За плечами Лемары Селиндели много плодотворной общественной работы. Она является членом Совета Крымских Татар при главе Республики Крым. Занимается развитием крымско-татарского языка. Смело говорит о проблемах, активно выступает на телевидении, поддерживает первую крымско-татарскую футбольную команду. Когда узнала, что в этом году от Единой России будет проводиться предварительное голосование, решила попробовать свои силы и стать еще более полезной для своего народа. По ее мнению, все те идеи, которые у нее есть, можно воплотить еще качественнее, а проблемы можно решить быстрее. Я иду кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Крым для того, чтобы защитить свой народ, дать ему возможность полноценной интеграции в российское сообщество, дать ему возможность реабилитироваться по-настоящему. И хочу приложить к этому все усилия. Я открытая, честная и поэтому готова решать общегражданские вопросы. Это проблемы пенсионеров, проблемы молодых людей необеспеченных, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проблемы многодетных семей, ну и так далее. У нас много проблем. Основная задача кандидатов – выстраивать эффективные взаимоотношения с органами власти, чтобы те идеи, которые формируются внутри народа, были успешно реализованы. Так, как это делается на территории всей многонациональной Российской Федерации. Один из таких кандидатов – Чингис Якубов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета. Больше всего его беспокоит сфера образования, науки и молодежи. Наши дети видят этот мир глазами педагога. Поэтому вот я думаю, что нужно защищать, прежде всего, права педагогов. Нужно повышать заработную плату, тщательно проводить отбор тех людей, кто будет заниматься профессиональной педагогической деятельностью. И вот в этом аспекте, естественно, будет расти в том числе и качество образования, будет расти нравственное содержание и культурное содержание наших детей. Конечно, эта работа носит такой некий системный характер, а системный характер, естественно, это уже государственные органы власти. Поэтому, собственно говоря, вот это основная цель, которую я ставлю перед собой для того, чтобы права педагогов были защищены и чтобы повысить общий уровень образования, качественного образования. Потому что наша молодежь, нашу крымскую молодежь сегодня, ну, сфокусирован практически весь мир. Эльвира Дадой, несмотря на молодость, на госслужбе уже пять лет. За это короткое время стала помощником депутата Госдумы Руслана Бальбека, вошла в ряды членов молодежного парламента, была избрана председателем комитета по межнациональным отношениям. Именно это и повлияло на решение Эльвиры Дадой принять участие в предварительных выборах. Девушка уверена, молодость – лучшее время для того, чтобы приносить пользу обществу. Очень приятно наблюдать, что современная крымская тарская молодежь не только придерживается здорового образа жизни, но и культурно проводит свой досуг, духовно развивается. Я уверена, что благодаря эффективной работе парламентариев будут созданы все условия для того, чтобы количество молодых, амбициозных, всесторонне развитых, интересующихся ребят с каждым годом становилось все больше. Предварительное голосование – это процедура, которая используется на данный момент только партия «Единая Россия». Это позволяет определять кандидатов не сверху, не по партийному принципу, а опираясь на мнение и поддержку людей. Поэтому очень важно участие каждого крымчанина на выборах, чтобы определить своих кандидатов. В современной истории это первый опыт подобных выборов. Депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек заявил, это вызвало небывалый всплеск общественно-политической активности среди крымских татар. Поступило рекордное количество заявлений. Более 500 человек уже заявились по всем уровням на предварительное голосование. Небывалая активность крымских татар на предварительном голосовании – это вот такой, наверное, политический срез активности. И могу сказать, что вот эта активность еще и объясняется тем, что качественное наполнение вот тех кандидатов, которые заявились и, конечно же, имеют уже богатый опыт, авторитет в обществе. Это люди, за которых не будет стыдно и уверен, что путем предварительного голосования они получат поддержку со стороны населения. Это будет окончательной легитимацией их представительства и поддержки со стороны населения, что, конечно же, может означать полную интеграцию крымских татар в политико-правовое пространство России. В республике Крым принять участие может любой крымчанин. Гражданин России, имеющий право голоса и крымскую регистрацию. 26 мая с самого утра откроются 325 участков. Их адреса и границы избирательных округов можно узнать на сайте. Предварительное голосование 2019. Чтобы узнать адрес своего участка, надо войти на сайт, который вы видите на своих экранах, и ввести свой домашний адрес. Избирателю будет предложено от двух до четырех бюллетеней в зависимости от уровня выборов.